Привет, ребят! Меня зовут Рисман. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт. Это немножко необычное видео на моем канале, в котором мы с вами призовем новых мобов в Майнкрафте. Ну, эти мобы как бы в обычном Майнкрафте новые, но, как вы знаете, совсем недавно Маджанк анонсировал Майнкрафт Эрф, и он вроде как уже где-то в мире запустился, и там было несколько новых интересных мобов, которых мы не встречали в обычном Майнкрафте. А именно грязная свинка, грибная курица и цветочная корова, ну и также появляется иногда безликий персонаж после смерти игрока. Сегодня мы их с вами будем добавлять, и перед началом этого видео хочу вас попросить, чтобы обязательно поставили лайк на это видео, не забыли подписаться на мой канал, ну и также, ну и также нажали клавишу колокольчика, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео. Первый наш пациент сегодня будет грязная свинья, которую мы будем добавлять в Майнкрафте. Для того, чтобы нам ее призвать, нам необходимо взять землю и как бы найти любой водоем, здесь я уже создал болото, накидать вот сюда вот так грязи, так давайте мы здесь вот сделаем, чтобы он был не глубокий, вот так, и вот так, и вот так, и вот так. Вот, таким образом мы создали с вами вот такое вот небольшое болото, в которое мы с вами будем заталкивать свинью. Спауним свинью, берем морковку, затаскиваем ее сюда, так, нет, 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 все, как видите, она увязла у нас в болоте, теперь ждем буквально пару мгновений, и наша свинка превращается вот в такую вот грязевую свинью с цветочком на голове. Выглядит она очень мило и очень классно, будет, будет просто суперски, если Маджанг добавит в следующем обновлении Майнкрафта эту свинью в обычный Майнкрафт, а не оставит эксклюзивом для Майнкрафта Эрф, как видите, вот оно сделано через датапак, вы можете также его установить, создатель его логдотзип со своим другом, и вы это можете установить в свой мир Майнкрафта и сделать то же самое. Вот, поэтому она немножечко вот так вот подлагивает и ведет себя немножко неестественно, не так, как обычная свинья в Майнкрафте. Если вы ее убьете, из нее выпадет глина, но ее можно просто-напросто поджечь, и тогда из нее будут выпадать кирпичи. Как видите, так, сейчас она у нас перегорит, давай, сгорай, 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 свинка. Ну, пожалуйста, сгори быстрее, что-то она у нас не хочет гореть, походу грязь не дает ей сгореть. Ну, если вы ее убьете, то из нее выпадет просто-напросто самая обычная глина, вот такая вот у нас грязевая свинюшка. Следующий моб, это у нас грибная курица, мы ее сейчас с вами создадим. Для того, чтобы ее создать, нам потребуется самая обычная курица, вот так вот. Вот, затем мы с вами берем красный гриб и как бы его вот так вот дропаем и подбираем. И таким образом у нас получается красный мухомор, вот такой вот необычный красный мухомор, не такой, как раньше был. И теперь мы его можем скормить нашей курицей, и она у нас превратится вот в такую вот грибную курицу. Выглядит она тоже очень странно, она такая вот красная, с грибами на голове и на спине. Прям, знаете, как вот грибная корова, только грибная курица. Тоже будет классно, если маджанка ее добавят в соответствующем биоме. Мы ее также можем с вами убить. Давайте я выключу креатив. Так, попробуем мы ее с вами завалить. Так, но нам с нее... А, нет, упало. Нам упало два интересных предмета. Это красное перо, которое мы можем кинуть в любом мобе, и ему нанесется рандомный эффект, там отравление или еще что-нибудь. О, даже два у нас красных пера, оказывается, выпало. Так, давайте вот кинем его в овцу. Так, оно у меня исчезло, все-таки одно было, походу. И на овцу нанеслось вот такой вот эффект отравления, зелье отравления на нее нанеслось. Вот, и теперь на ней вот такой вот эффект. То же самое вы можете проделать с другими курицами, например. Давайте мы еще раз заспауним. Саммон чикен. Так, и скормим ей еще один такой мухоморчик. Еще раз мы ее завалим, завалим. Блин, тоже себя ведет ужасно. У нее как-то голова от нее отлетает постоянно. Так, и давайте еще раз, еще раз кинем. Так, еще раз кинем, кинем. Оба, еще в одну овечку кинули. Так, почему-то у меня их два постоянно светится. И вот на нее уже наносится другой эффект. Эффект, наверное, постоянного урона, либо голода. Также у нас есть вот такие вот магические мухоморы, которые мы можем с вами скушать. И нам нанесется тоже рандомный эффект. Либо отравление, либо еще что-нибудь. Так, ну давайте я сложность нормальную поставлю. Немножко наберусь голода, чтобы я мог это дело скушать. Так, 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 отлично. Съедаем. Так, и мне нанесся эффект голода, эффект отравления сразу. Это прям жестко. Это очень жестко, и он у меня будет наноситься еще 20 секунд. То есть прямо такие вот жесткие мухоморы. Давайте съедим еще один. И да, нам нанесет только голод. Он как бы продлился у нас. Ну, ничего страшного. У меня есть стейки, поэтому мы их можем с вами скушать. Надеюсь, меня сейчас не убьет этим. Я очень на это надеюсь. Так, 5 секунд осталось перетерпеть. И эффект отравления закончится. Далее у нас идет цветочная корова. Цветочную корову вы тоже можете создать в своем мире Майнкрафта. И сделать это на самом деле тоже просто. Для того, чтобы ее создать, вам необходимо найти абсолютно любой одуванчик. Здесь или здесь. И просто-напросто сломать под ним блок. Вот так. Опа. Ломайте блок, и он превращается в такой вот донделион. Который вы можете также скормить корове. И оно у вас превращается вот в такую вот грибную корову. Так, а ну иди сюда, корова. А у меня есть где-нибудь здесь? Да, отлично. У меня есть пшеница. И, как видите, когда корова идет по траве, за ней появляются вот такие вот цветочки. Те же самые донделионы. Или просто-напросто желтые одуванчики. Выглядят они вот так прикольно. То есть, прям эти коровы могут засадить вам всю поляну своими одуванчиками. И это на самом деле даже очень круто. И я был бы рад, если бы Маджанг добавили ее в обычный Майнкрафт. Кстати, давайте создадим небольшую такую петицию по этому поводу. И просто поставим на это видео лайк, чтобы вывести в топ, чтобы Маджанг его увидели. И, возможно, они в одном из обновлений Майнкрафта или Майнкрафт Покет Эдишн их все-таки добавят. Так, затем вы можете эту корову постричь. Давайте мы ее с вами пострежем. Так, возьмем ножницы. И попробуем ее постричь. Так, оба. Мы ее стрижем. И из нее выпадает вот такой вот yellow petal. Мы их можем использовать для кое-чего другого. Сейчас я вам расскажу. То есть вам их нужно нафармить штук 9 где-то. То есть каждый раз вы можете вот так вот корову засаживать этими донделионами. Стричь и так далее. Давайте оставим ей этот эффект. Выглядит очень круто. Так, пусть она вот себе тут ходит. Ходит, ходит, ходит. А мы с вами скрафтим кое-что интересненькое. А именно это венок. Венок из этих желтых одуванчиков. Который нам поможет иметь эффект коровы. Так, вот мы ее с вами одеваем. Мы одеваем. Так, и теперь когда я иду, по идее за мной должны эти одуванчики появляться. Да, смотрите. Я иду и за мной одуванчики появляются. Это прям вообще крутой венок тоже. То есть вы имеете эффект как та же самая корова. И тоже за вами появляются вот такие вот одуванчики. И тоже очень прикольно. Я бы себе этот венок крафтил. Ну, наверное, Майнкрафт его уже точно не добавят. Так, ладно. Ладно, смотрите. Мы тут всю поляну уже садили цветами. Также у нас есть еще один небольшой прикольчик такой. Если вы тушеные грибы подуете у коровы. То есть добавим сюда вот немножко цветочного рассольчика такого. Так, так, так. Вот, отлично. Мы получили с вами Данделион суп. Который нам позволяет вроде как сменять ночь на день. То есть если вы не выспались и за вами гонятся фантомы, вы можете просто-напросто этот суп сожрать. И тогда вас фантомы преследовать не будут. И они все сдохнут. Так, давайте еще немножко голода наберемся. Прям наберемся голода, чтобы скушать этот самый суп. Попробуем. Попробуем провести этот эксперимент. Так, ладно. Мне, походу, нужно получить нормальный урон. Откуда-то спрыгнуть с высокого места. Чтобы набраться голоду. Дах. Все. Отлично. Сейчас чуть-чуть проголодаюсь. Пожалуйста, ну проголодайся. Ну проголодайся. Вообще, почему я не хочу есть? Я что, настолько много скушал? Вот. Отлично. Теперь ставим на легкую. Скушаем этот супчик. И у нас сразу вокруг все становится темно. Слепота. И я как бы типа выспался. Давайте то же самое попробуем проделать с фантомами. Так, здесь у меня слепота, слепота, слепота. Так, возьмем еще один такой вот супчик. Побежим к нашей корове. Так, так, так. Долго у меня еще слепота будет? 10 секунд. 10 секунд мне это ждать. Офигеть. Офигеть. Для чистоты эксперимента я включил ночь. Теперь мы с вами заспауним парочку фантомов. И они вроде как должны нас начать атаковать. Потому что типа я не спал. И типа я вообще игрок. И вообще должен умереть. Но если мы с вами скушаем этот супчик. А, черт. У меня же нету. Ладно, подождем пока они мне нанесут достаточно урона, чтобы я проголодался. Ну, я буду голодать. Нет. А, давайте нормальную поставим сложность. Тогда я должен быстрее проголодаться, по идее. Вот. Все, отлично. Я начал голодать. Они меня атакуют. Я просто съедаю супчик. И все. Все фантомы, по идее, должны были сейчас исчезнуть. Насколько я знаю. И меня больше никто атаковать не будет. И я как бы типа вроде как не сплю. Но в то же время сплю. Потому что время слепоты идет. И это как бы такое, знаете, сонное состояние. Во. Ну и последний персонаж на сегодня. Это безликий персонаж. Тут у меня крипер подошел. А, взорвался. Ну ладно, фиг с ним. Ничего страшного. Это безликий персонаж. Который появляется после вашей смерти в игре. Давайте нажмем на эту замечательную кнопочку. Меня убьет. Я возражусь. Появится мой лут. И появился сразу безликий персонаж. Вот такой вот персонаж, который здесь будет ходить, бродить, как видите. То есть вот такая вот мумия, у которой нет лица. И выглядит на самом деле она очень страшно. На нее вы можете одеть абсолютно любую голову. Вот, например, моя голова. Либо голова Аида. Мы можем на него вот так вот одеть. Например, вот одел свою голову. Он превратился как бы в меня. Также можем одеть голову Аида. И будет вот такой вот у нас ходячий Аид в Майнкрафте. Кстати, выглядит как бомж. Вот. Ну что ж, дорогие друзья. На этом все. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. Ну а с вами был я, Рисман. Всем удачи и всем пока-пока.